Совместитель председателя Совнаркома Союза СССР и народный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов обратился по радио к гражданам и гражданкам Советского Союза. Граждане и гражданки Советского Союза, Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более 200 человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территорий. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к Советскому Союзу по выполнению договора. Грецию и другие народы. Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армии и флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору. Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим, зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова